Под ударом западных санкций оказался и цветочный бизнес. Цены на импортные розы, пионы и хризантемы выросли на десятки процентов. Золотые цветы не иначе и благоухающая красота на прилавках магазинов превращается в непозволительную роскошь. Из-за резкого роста цен снизился спрос на цветы. Мы на кладбище поехали, заехали, были гвоздики 80 рублей, сейчас 150, но здесь, конечно, скидка хорошо, 20 процентов. Конечно, сейчас уже призадумаешься насчет цветов, зарплаты остались прежние. Все страдать будут, все. Виза и мастер-карт с 10 марта приостановили свою работу в России. Недоступны для россиян теперь и сервисы Apple Pay и Google Pay. Начать утро с кофе станет дороже. Падение курса рубля еще сильнее давит на ценообразование. Заказать зерна известных марок можно самому и на сайтах, но цены там за последние несколько дней заметно выросли. В кофейне же стаканчик капучино с собой в среднем почти обойдется от 150 до 200 рублей. Более 100 забайкальцев уже направили свои обращения на горячую линию краевого Минэконома по поводу подорожания цен на продукты питания. Большая часть звонков касалась повышения стоимости сахара, молока, гречки и хлеба. Надо понимать, что проблема не в том, что нужно кому-то там KFC, Pizza Hut, McDonald's, либо отдельно автомобили Ford, Volvo, Toyota, Mercedes, чего угодно. Проблема в том, что это огромное количество рабочих мест. Просто огромное количество. И сейчас по предварительным оценкам из России так либо иначе либо уходит, либо приостанавливается у работу на ближайший месяц, может быть 2-3 месяца, пока непонятно. Как минимум уже там около 180-200 компаний. Это потери на рабочем рынке по разным оценкам от 16 до 20 миллионов человек. Это смежные цепочки, смежники, поставщики, подрядчики, субподрядчики, логистика, транспорт, все остальное. Получится ли в короткие сроки суметь провести так называемую национализацию, которая отчасти будет похожа на конфискацию, потому что та выкупная цена, которая будет проходить на аукционах, я думаю, она будет сильно ниже тех параметров, которые бы хотели себе на страны-инвесторы. Поэтому они никогда эти сделки, в принципе, законными не признают. Будут их максимально спаривать в своих судебных юрисдикциях и признавать их недействительными, ничтожными. Во-вторых, вопрос в том, что даже забрав, условно говоря, ту же самую Икею, либо Аби, вопрос, что с ней дальше делать. Потому что одно дело продать просто все, что есть на складе, реализовать складскую продукцию, стулья, табуретки, столы, лакокрашенные пакеты, лаки, краски, электронику, технику, то, чем торгуют. А другое дело, будет ли работа вся производственная технологическая цепочка, и самое главное. И самое главное, согласятся ли поставщики из этих стран поставлять на вот эти предприятия, которые прошли процедуру национализации, свою продукцию. Потому что есть, условно говоря, российские, там, Икеи, Аби, Макдональдс и кто угодно проходят процедуру национализации. Мы же поговорим, необходима это или нет, да? А то и Запад это не признает владельца зарубежных компаний. То нужно понимать, что далеко не все поставщики, там, в том числе из Китая, там, из Турции, уж тем более, там, не знаю, из Вьетнама, другие страны Юго-Восточной Азии, либо где-то там, Средняя Азия, Ленинской Америки, согласятся туда что-то поставлять. Просто потому, что, как бы, ну, будут определенные юридические риски, и попасть под вторичные санкции никто не хочет. Поэтому вопрос в том, каким образом удержать вот эту всю производственную технологическую цепочку, не допустив ее коллапса, обрушений, чтобы это просто реально функционировало. Я уж не говорю про стандарты качества, подготовку персонала, сервис, обслуживание, прочие вещи, которые уходят на второй план на фоне того обнищания, которое сейчас происходит, оно объективно происходит. То есть, наша покупательная способность, вот наши с вами, там, доходы, зарплаты не выросли, а ценники выросли от полутора до двух раз. Там, гречку уже по 250 рублей продают, да, там, за килограмм. То есть, мы понимаем, что мы в штуках купить можем меньше. Понятно, что сервис уходит на второй план, и у людей, у большинства россиян, будет вопрос просто как банально свести концы с концами, просто накормить себя калориями. Это происходило, о чем мы говорили все последние годы. У нас, знаете, у нас здесь не было истории, что у нас будут Китай построили, да, автономно, сильная, мощная промышленно-индустриальная держава, значит, с национализированной элитой, с избытком инвестиций, с избытком накопления капитала, росли темпами 8-9% в год с дорастущими доходами населения. Этого не было. С 2008 года темпы роста экономики, даже при сверхдорогой нефти, в среднем 0,8%. Где эти великие гениальные реформы, где эти майские указы, национальные проекты. Дальше, с 2014 года неуклонно падали реально располагаемые доходы, и даже с учетом прошлогоднего роста на 3%, которого нету, потому что инфляция не 8,5%, а 15%, минимум, ну, реально инфляцию посчитать, то окажется, что даже официальный уровень жизни упал на 10%. В этом году, по предварительным оценкам, падение экономики будет от 20% плюсом процентов. 25%, мы можем только спорить, насколько будет эффективно действовать правительство по попытке не допустить, соответственно, разрушения производственно-технологических, логистических и прочих цепочек. Падение инвестиций примерно от 40% происходит в российской экономике, если не больше. Может быть, даже в два раза. Такого обрушения не было с 1993 года. По безработице, официальный прогноз, примерно сейчас правительства, двукратный рост до 8%, я думаю, что, конечно, эта цифра сильно занижена. Армия людей, которые окажутся либо временно, либо постоянно без работы, это, конечно, ну, миллионов, я думаю, за 13-15 человек. Сейчас пока тяжело говорить, потому что мы не понимаем план действия. Но я вот сегодня чему был удивлен? Смотрю официальную сводку, значит, план антикризисных мер правительства. Слушайте, ну это куром насмерть. Это даже читать смешно. Российская экономика, вдумайтесь, 130 триллионов рублей. Ну, понятно, что сейчас это раньше было триллион 700 миллиардов долларов, по новому курсу чуть больше триллиона. То есть мы уже почти что половинились. А весь антикризисный план первоочередных мер – триллион 100 миллиардов рублей. То есть экономика должна будет упасть примерно от 20%, а выделяется на ее первоочередные меры 0,8%. Еще, дай бог, чтобы вы не украли половину по пути, не вывезли. И у меня вопрос. Вы решили, каким образом остановить вот это вот коллапсирование? Понятно, что масштабы сейчас безумнейшие. Я уж не говорю о том, о чем, Алексей, мы говорили, а где наши 400 миллиардов долларов валютных резервов, где наши 50 триллионов рублей, которые десятилетиями в российскую экономику не вкладывались. Кудрина, Биулина, Силуанов, всех команд, да? Тяжкое наследие 90-х годов вместе с Чубайсом, с Гайдаром. Каким образом 2,5 федеральных бюджета, ну 2 головы федеральных бюджета просто вне России? Это деньги, которые сейчас нужны были бы компенсировать вот это вот обрушение на 30 триллионов рублей. Не только золото, то, что вывезли 550 тонн золота за 2 года. То есть готовиться к спецоперации, к изоляции и вывезти 570 тонн золота за 2 года, не купив ни троицкой унции на внутреннем рынке, это гениально. Это просто, ребята, блестяще. Мы забираем бургеркинги, АБИ, условно говоря, какие-нибудь заводы Форда и Рено, а у нас за рубежом забирают не просто валютные резервы, а все счета Роснефти, Газпрома, Транснефти, Аэрофлота, Победы, всех госкомпаний. И не только счета заморозка в счет погашения того, что это все будет признанно незаконным, но и их имущество, которое у них там есть, начиная от офисных центров, заканчивая всем остальным, все, что там находится. И плюс ко всему, вот этот санкционный список, куда вошли Фосагра, Лукойлы, Норникели, Потанец своей империи бизнесовой, куда вошли Северсталин, НЛМК, ну, в общем, вся российская вот эта экспортно-сырьевая экономика, построена за 30 лет, по большому счету, превращение так либо иначе России в сырьевой придаток, она может быть там начать национализирована. Мы за рубеж вывезли полтора триллиона долларов, а в нас вложили триллион. Хорошо, мы убираем 600 миллиардов долларов, которые у нас уже по большому счету конфисковали, экспроприировали, экспроприировали на Западе, но остается примерно триллион на триллион. В Россию на странные инвестиции вложены примерно 540 миллиардов долларов, а из России около 500. То есть, понимаете, какой пойдет обмен ядерными ударами? Мы забираем у них общепит, фастфуды, заводы, которые могли создать сами, они у нас забирают, перекрывают каналы будущих возможных сырьевых поставок. Мы дальше будем продавать нефть и газ, на арестованные счета в долларах и в евро. Либо будем торговать ими в юанях, в каких-то валютах тех стран, которые против санкций нас не ввели. Фальсификации, подмена понятий, манипуляция общественным сознанием и обман дорого обходятся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова